Добрый день! Сегодня я сделаю чакровый расклад. И в помощь мне захотелось сегодня взять вот такую колоду, карты Оракула, «За пределами Лемурии» он называется. У меня колода пока в проработке, хочу позже делать на ней также расклады. А сейчас я выбрала в качестве сигнификатора из нее карты, которые у нас олицетворяют все семь чакр. В данном Оракуле их больше, но я взяла те основные, которые просто будут у нас обозначать то, о чем мы сейчас говорим. И взяла круглую колоду Таро сегодня, потому что чакра – это как центр сосредоточения энергии. И Таро уже будет нам конкретно говорить о том, что происходит. То есть это расклад о себе. Вы, конечно, можете загадать другого человека, кого-то другого, но прежде все-таки я подразумеваю этот расклад, как раскрыть себя, смотреть на себя со стороны. Ну, давайте по порядку обследуем, так сказать, наши семь чакр. Первая чакра – корневая, так скажем. Это наша земля, наша база, то, что нас определяет, да, то, что у нас есть. То есть это материальная, да, то почва под ногами наша. Давайте посмотрим, что в данный момент у нас складывается в этих энергиях, в этой сфере. То есть цель расклада – посмотреть болевые точки, да, где может быть недостаточной энергии, где нужно ее восполнить. И в зависимости от того, где ее не хватает, может быть, карта нам подскажет, как эту энергию восполнить. Потому что из-за нехватки энергии могут, конечно, страдать наши дела и те или иные сферы жизни. Так, так, корневая чакра, первая наша чакра. Что здесь? Король жезла. В принципе, это карта активного человека. Все-таки карта подразумевает, скорее, человека делового, то есть это человек, который занят делами, это человек работающий, то есть вряд ли это кто-то, кто находится в поиске работы, я имею в виду, находясь дома, не работая нигде. То есть этот расклад, скорее всего, будет не ваш. То есть этот человек деловой, уверенный в себе и, в конце концов, крепко стоящий на ногах. То есть в материальном положении человек обеспеченный. Если вам кажется, что это не так, то по данной карте, скорее всего, вам только кажется. Потому что вы смотрите на тех, у кого лучше. Конечно, никто нам это не запрещает, потому что, ну, не буду говорить зависть, но наблюдение того, как живут другие люди, помогает в том числе и нам не гаснуть, а продвигаться вперед, стремясь за чем-либо. Но дело в том, что есть люди, которые могут жить и хуже вас, и на их фоне вы в любом случае живете лучше. То есть, ну, в целом, объективно, карта показывает, что вы твердо стоите на ногах, все у вас нормально. Если у вас чего-то нет, чего-то не хватает, это не значит, что у вас все плохо. То есть вот, что касается здесь корней. Я думаю, мы на этом остановимся. То есть человек уверенный в себе. Если какие-то трудности сейчас происходят, но они временные, и у кого их не бывает. Поэтому здесь с почвой под ногами все в порядке. Дальше. Шестая чакра. Вот у меня такой оранжевый цвет. Это карта активности, творческой, сексуальной энергии. Это карта общения с партнерами, с любимыми. То есть это карта активности, жизнерадостности. То есть таких вот ярких эмоций. Может быть, страсть, увлеченность чем-либо или кем-либо в то же время. Давайте посмотрим, что здесь. Тайная жрица вам выпадает. То есть здесь, скорее всего, свое увлечение вы явно скрываете от других людей. Если вы в кого-то влюблены, вы можете скрывать свою страсть, не показывать это. Ну, в любом случае, это все тайное. Вряд ли вы ярко выражаете свои эмоции, свои желания. Скорее всего, вы их держите при себе. Вы их скрываете. Может быть, чтобы не сглазить. Может быть, чтобы в каких-то случаях вас не поняли неправильно. Может быть, в каких-то случаях, потому что вы боитесь, что люди вас не поймут. Ну, то есть здесь вы свое скрываете. Пока дополнять не будем. Посмотрим, что еще покажет весь расклад. Что будет дальше. Ну, там еще сердечную чакру затронем, да. Конечно, мысли. И, может быть, потом при необходимости мы это дополним. Вот она у нас, чакра солнечного сплетения. Следующая чакра – это наша воля. Сила воли. Сила воли плюс характер, как говорится. Это наша способность стоять на своем, отстаивать свои интересы. Ну, это сама жизнь карты. Это вот вся ваша воля к жизни. Жизнелюбие, жизнерадостность, вообще стремление все. Давайте здесь посмотрим. Воля, проявление воли во всем. В том числе элементарно в диете, да. В этом очень многих всегда заботит. То есть это проявление воли, силы характера, способности говорить нет, да. Более себя видеть других. То есть вот все, все это, все сюда относится. Пятерка Пентакли. Вот здесь у нас провисает вот эта сфера. Пятерка Пентакли – это вообще в классической колоде, но она и здесь, карта бедности. Здесь вот разбитый витраж, разорванные шторы. То есть карта говорит, что здесь сфера у нас хромает, здесь у нас слабое положение. Давайте посмотрим дальше весь расклад, и потом будем уже дополнять. Сначала увидим всю картину, а потом будем смотреть дополнительно. Сердечная чакра, ну, как вы можете догадаться, это карта любви, карта взаимопонимания, карта человечности, карта сочувствия, карта, она же чакра, карта эмоций, чувств. Давайте посмотрим, может быть здесь карта покажет, что вы в кого-то влюблены, или вы желаете кому-то помочь проявить внимание, заботу, чуткость. Давайте посмотрим здесь. Семерка жезлов. Это, как говорится, гадалки, не ходи. Но это карта закрытого сердца. Вы никого не впускаете к себе в сердце, вы боитесь влюбиться, вы боитесь проявить себя, боитесь проявить свои эмоции. Здесь у нас явно прослеживается параллель с шестой чакрой. О том, что вы здесь также закрыты. То есть здесь, скорее всего, любовно-романтическая сфера, она у вас под замком. Никого не пущу, а если и влюблюсь, то никому это не покажу. Уже расклад показывает, что, скорее всего, вы все в делах. Аки, пчела, занимайтесь более материальным, нежели чем вообще романтической, любовной сферой. Да. Интересная уже складывается ситуация. Вернемся потом обязательно к чакре солнечного сплетения, потому что ну, вы просто уже видно, что вы растратили всю свою энергию на, может быть, на зарабатывание денег, на домашние дела, на бытовые обязанности. В чувствах, в страсти и в эмоциях, в романтических чувствах. Скорее всего, это прошлый пережитый опыт не самых приятных отношений, либо отношений, которые закончились, конечно, для вас не так, как бы вам хотелось, ну, или бы вам не хотелось, чтобы они вообще заканчивались. Поэтому впускайте в жизнь другого человека, по крайней мере, на сегодняшний момент вы явно не готовы. Следующая чакра горловая. Это чакра общения с другими людьми, выражения самих себя, высказывания своего мнения, да, не бояться, подавать голос, потому что мы это так же делаем не всегда. По разным соображениям, боясь выглядеть смешными, боясь, что нас не поймут, не примут и так далее. Ну, все, что связано с общением, выражением себя через голос, да, через общение с другими людьми. Что здесь? Пятерка мечей. Конфликтов много у вас в окружении, несогласия вас с другими людьми, несогласия других людей с вами, поэтому, скорее всего, очень много закрытых у вас карт получается. Хотела сказать вот такую поговорку «Обжегшись на молоке, дуем на воду», но не совсем так. Скорее всего, действительно, есть у вас причины, по которым вы закрываетесь от других людей. Скорее всего, больно вам наступили. Я уж не знаю на мозоль, а то и на сердце, что вы просто разочаровались в общении и можете уже, скажем, авансом настороженно и с неприятием относиться к другим людям, потому что уже имели печальный опыт общения с другими. Вы как вот готовы в любую минуту дать отпор другому и защищать себя. Ну, есть такая жизненная потребность у вас, может быть, чтобы другие люди не забирали у вас эту энергию. Я думаю, что вы чувствуете, что вам вот не хватает вот этой вот воли, вот может быть, от других людей исходит давление на вас, потому что вот здесь вот страдает опять ваша воля, вы вынуждены защищаться, может быть, охранять свою территорию, поэтому иногда можете быть даже излишне агрессивны, как бы защищая свою территорию, не подпуская. Это иногда, знаете, если страдает вот эта вот чакра солнечного сплетения, когда вы слишком много жизненных сил отдаете все и вся вокруг, иногда возникает невольное желание как бы прикрывать рукой или чем-то там сумкой, книгой, там, я не знаю, каким-то приметом, то есть вот эта вот область солнечного сплетения, ну, это, скажем, там, где у нас заканчиваются ребра, вот здесь вот выше пупка и где-то найдете в интернете масса картинок, информации, то есть как бы желание закрыть вот эту прореху, может быть, если у вас такое есть, вы это ощущаете, то это вот прямо про вас точно расклад, потому что когда страдает какая-то вот чакра, вы человек, особенно если вы чувствительный такой, ну, там, я не буду говорить слово экстрасенс, это такое слово, ну, знаете, в то же время чувствительных людей тоже можно назвать экстрасенсами, потому что некоторые хорошо чувствуют других людей, а некоторых людей других вообще не чувствуют и чувствуют и знать не хотят, а вот если у вас есть такое вот чутье ощущение, у вас может быть вот желание прикрыть, вот как вот когда болит голова, мы держимся рукой за голову, мы как бы хотим ее интуитивно защитить, это больное место, да, если мы ударились, мы сразу прикрываем это место, как-то трем его, чтобы, ну, как-то вот интуитивно хочет организм защитить, прикрыть чем-то, как щитом, рукой или чем-то там еще, то есть здесь вот то же самое, может возникать такое ощущение. чакра третьего глаза, область третьего глаза, я думаю, все себе представляют, видели не раз на картинках, может быть, кто-то и чувствует это, но в любом случае это ваша интуиция, это все, что связано с мыслями, с интуицией, способностью предвидеть ситуацию, исход ее, рассчитать, какие-то события, предугадать и все, что с этим связано. Давайте посмотрим здесь. Может быть, здесь интуиция подскажет, правильно ли вы себя ведете, закрываясь от других людей. Карта выпала императрица. Ну, явно, да, явно у вас здесь сильная, ярко выраженная интуиция, то есть здесь вы можете действительно предугадывать другие события, потому что есть в этом хороший опыт. Вот здесь по данному раскладу я опять же вижу опыт, в данном случае вот за последнее время опыт не очень приятный либо даже печальный от общения с другими людьми и у вас вот такое чувство. Ну, мы это все проходили. Или немножко попытаюсь вас развеселить, как это говорится, такая поговорка. я преподавал там, я преподавал там, где вы выпускались, да, то есть я в любом случае знаю больше вашего, то есть вот, вот, что бы вы мне ни сказали, я все знаю наперед, я все знаю лучше вас, и вы правы в этом. действительно это имеет место быть по карте императрицы. вы можете видеть людей насквозь, потому, ну, как бы и ждете от них, ну, прямо буду говорить, подлянки какой-то, да, особенно, может быть, если вынуждены находиться в том же окружении, в каком находились и ранее, если это, например, касается рабочего коллектива, да, вот такое. И давайте посмотрим нашу верхнюю чакру, это чакра божественная, к обычным людям, как говорится, она не имеет ровным счетом никакого отношения, потому что это именно чакр просветленных людей, святых людей, но я буду в данном случае трактовать ее как видение высших сил вашей ситуации, то есть вот так вот, с позиции сверху, да, как высшие силы видят вашу ситуацию, что они могут здесь сказать. Давайте попросим нам рассказать, как эту ситуацию видят высшие силы, чем они вам могут помочь, посоветовать, что подсказать в данном случае. туз жезлов. Я думаю так, высшие силы в данном случае вас безусловно поддерживают в вашей активности, в вашей бытовой материальной жизни, в вашей вот первой чакре, то есть здесь все вы делаете правильно и продолжаете не падать духом, потому что скорее всего по тузу жезлов, по видению высших сил, здесь вы скорее всего добьетесь больших результатов, которые вам впоследствии дадут, эту энергию восполнит все недостающее, то есть они вас поддерживают, вы делаете правильно. Давайте еще посмотрим, что еще, потому что здесь, конечно, вот туз, вон туз Пентакли, вам безусловно предоставится шанс, который, как я уже сказала, то есть уже два туза, который поможет вам эту энергию восполнить, который поможет вам прийти к значительным результатам. Скорее всего, вы здесь ведете напряженную борьбу, как, например, продвижение по карьерной лестнице, чтобы вас заметили, ну, даже заработать денег больше всех у кого-то, и такое может быть желание, у кого-то получить статус, признание, все, что, все, что, кто-то может идти по головам, потому что пятерка мечей, карта агрессивности, она об этом в том числе говорит, карта маг, ну, то есть вы на правильном пути. Будем говорить так, сейчас не до конфетно-букетных периодов, не до знакомств, вот я подчеркиваю на данный момент, на данный период, и занимайтесь делами, занимайтесь тем, чем вы занимаетесь. Скорее всего, тут я вижу в данном триплете, то есть здесь жизнь, судьба, высшие силы, как хотите, она вас поддерживает, и говорит, вот что сейчас не время для амурных дел, для того, чтобы заниматься любовью-морковью, и просто вот я бы, как я ожидала, что страны высших сил будут отдохните, сбавьте темп, будьте более мягкими, будьте более добрыми к себе, нет, не будьте добрее к себе, не надо себя жалеть, не надо лить слезы, вот здесь карты, явно говорят, шанс от вашей работы, достижения целей, от вашей работы, от вашей силы, от самоконтроля, давайте все-таки я дополню, я думаю, уже достаточно расклад нам показал, все, что касается отношений с другими людьми, я показала, вижу закрытость в своей раковине, это защита, желание сберечь свою собственную энергию, скорее всего, вы это ощущаете, давайте дополним все-таки вот самую у нас чакру, которая у нас находится в упадке, силу воли, что у нас здесь будет, восьмерка мечей, пока вот невозможно восполнить эту жизненную энергию, но откуда бы ее еще иначе взять, если вы все свои силы тратите на достижение целей, разбитое сердце выпадает, ну, здесь, возможно, для кого-то это был как раз вариант расставания, вот я уже сказала, нежелание пускать себя в другое сердце, других людей в свое сердце, если к вам даже кто-то захочет познакомиться, подойти, вы можете в резкой форме даже сказать нет, потому что, ну, пока раны не излечены, собственно говоря, давайте еще, давайте уже ее закрывать, королева, королева жезлов, вот мы ее закрыли, сейчас поясню еще такой момент, королева жезлов, мы с короля жезлов начали, королевы жезлов, мы закрыли нашу нашу чакру солнечного сплетения, которая у нас пострадала от предыдущего опыта жизненного, от предыдущего развития событий, вот когда вы будучи королем жезлов, добьетесь всех своих поставленных задач, вы превратитесь в королеву жезлов, это карта, которая ниже рангом на одну позицию, как вы понимаете, то есть был король, стал королевой, это не значит, что вы станете хуже, это не значит, что вы в чем-то потеряете, это просто означает, что вы сможете тогда немножко сбавить темп, но при этом останетесь все равно королевой, независимо от вашего пола, то есть королевский свой статус, свою позицию, свой социальный статус, свое положение на работе, свою материальную сферу вы все равно защитите, но вот тогда у вас вот это вот, Знаете, как не бывает потерянной энергии, да, вот, то есть вот сбавление ранга на минус один с позиции короля на королеву, вот эта энергия, она у вас и закроет вашу израненную чакру здесь немного, вот все карты тут, видите, выпали мечи, разбитое окно, и мы их вам вот так вот закроем, закроем все-таки вашей волей. Вашими шансами, вашими достижениями. Ну, а что будет потом, и что будет в сердечной сфере, по сердечным чакрам, по чакре общения с людей, мы будем смотреть уже в других аналогичных раскладах, если такой вариант расклада вам понравился, то пишите, потому что время идет, ситуация меняется, и, соответственно, меняются и энергии, мы будем смотреть их уже позже. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, если вам понравился расклад, пишите комментарии, также приглашаю вас подписаться на мои каналы Дзен и Телеграм, ссылки на них есть и в описании канала. Всем спасибо, всем до свидания.